Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Что будет в новой серии сериала Елой Чапкины? Почему для Суны и Феррита написан такой сценарий? Или Суна действительно влюбилась в Феррита? Поможет ли Акин Сейрану? А будет ли между Сейраном и Акином роман? И какие события вас шокируют, когда вы о них услышите? Все это и многое другое есть в этом видео. Прежде всего, Суна продолжает мечтать о Феррите. В новом эпизоде, хотя Феррит думает, что Суне приходится нелегко, и берет его под свое крыло, Суна этого не понимает. Даже Абедин расстраивается, когда видит их такими. Потому что Абедин тоже хотел, чтобы Суна обняла его и заплакала. Но Суна продолжает напрямую обращаться к Ферриту, не говоря ни слова «Кая, ни Абедин». На самом деле, хотя в нашем предыдущем видео мы говорили, что причиной этого была женщина-гадалка, я думаю, что Суна сейчас сходит с ума. Одна из причин, почему Суна постоянно думает о Феррите и находится в замешательстве в этом вопросе, заключается в том, что ее психология сейчас повреждена. Вот почему, несмотря на все слова гадалки, Суне на ум пришел Феррит. Очевидно, что с этой работы выйдет кто-то вроде Эфаката. Настоящий вопрос в том, что Суна сделает с Эфакатом, когда узнает об этом. Я думаю, что Суна через некоторое время узнает, что Эфакат планировала это, и сделает большой шаг, чтобы загнать Эфаката в угол. Я думаю, что шаг Суны в сторону Эфаката шокирует всех. Первый из них — это гадалка Эфаката, а второй — то, что Суна сейчас приближается к стадии безумия. Если вы помните, в прошлом сезоне я сказал, что персонаж Софет сведет Суну с ума. Пока сценарий развивался в этом направлении, сценарий безумия Суны был внезапно отменен, когда Софет покинул сериал. Таким образом, Суна не сошла с ума, как в реальной истории сериала. Потому что по реальной истории Суна должна сойти с ума и стать первым человеком, которого лечат. По этой причине в этом сезоне будут обсуждаться сумасшедшие сценарии Суны. Фактически, тот факт, что Суна сейчас постоянно думает о Ферите, является самым большим признаком этого. Так что Суна постепенно сойдет с ума от своих мыслей о Ферите. Тогда она дойдет до того, что возненавидит даже самого себя. Короче говоря, эта гадалка, нанятая Эфакатом, сведет Суну с ума, думая о Ферите. Я думаю, что этот сценарий, в котором Суна думает о Ферите, был написан именно по этой причине, чтобы свести Суну с ума. Что вы думаете об этом? И как вы думаете, Суна может сойти с ума такими темпами? Пожалуйста, не забудьте написать свои мысли в разделе комментариев. Акин и Сейрон снова встретились, как я и сказал. Казим сказал Сейрону, ты забудешь Ферита в обмен на Архана. Сейрон согласилась на это лишь для того, чтобы спасти Архана, чтобы Ферит не расстраивался. Поэтому Сейрон отказалась от Ферита, потому что любила его. На самом деле Казима это не удовлетворило, и он посоветовал Сейрону поужинать с племянником Акешаги. На данный момент Сейрон придется принять это предложение, поскольку она достигла соглашения со своим отцом. Тогда Сейрон, которому не очень нравится племянник Акешаги, снова будет принят Акином, когда он меньше всего этого ожидает. Акин сделает все возможное, чтобы спасти Сейрана из этой сложной ситуации и даже поможет Сейрану. Казим, с другой стороны, пока терпит неудачу в своей попытке выдать Сейрон замуж за племянника Акешаги. Тогда, когда Казим увидит Сейрана и Акина вместе, он подумает, что Сейрон отошла от Ферита. Таким образом, Казим не будет выступать против Сейрана в отношении Ферита. Сейрон избавляется от племянника Акеша с помощью Акина. В этой части Акин помешает Сейрану напрасно жениться на племяннике от Акишаги. Так что Акин поможет Сейрану в этот момент. Таким образом, Сейрану не придется ни на ком жениться. Ферит, увидевший в это время Акина и Сейрана, будет завидовать Сейрану. Однако на заднем плане между Сейраном и Акином не будет любви, а наоборот, установится хорошая дружба. Другими словами, персонаж Акина будет очень хорошим человеком и поддержит Сейрана в трудную минуту. Итак, как вы думаете, Акин может быть знакомым Невры? Да, друзья мои, это были мои взгляды. Не забудьте написать свое мнение в комментариях, подписаться на мой канал и включить колокольчик, чтобы не пропустить видео. Спасибо.